Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, здесь видишь, что если бы трансляция была вот здесь как бы не 4 на 3, а 16 на 9 и все было бы окей, то было бы еще нормально делать ретро-стрим, да, и она была бы в HD. А здесь трансляция идет в ТВ-формате, то есть они не ориентируются на зрителей в интернете в Европе, потому что в Корее же как бы там, ну, популярно, скажем так, телевидение, то есть там уже на ТВ-уровне это все вещается. И игровые трансляции там не пользуются спросом, там это уже давно на уровне спортивном, все показывается по ТВ. Ну и пока что серия заставок, как можем наблюдать. Заставочки, конечно, серьезные. Ну, как видим, что? Дисциплина Counter-Strike, и у нас начало нам показывают сцену. Что-то начинают говорить английские комментаторы. I will be son... Bish-bam-bam, bish-bam-bam, yo-yo, coming up там, да? Bish-bam-bam, bish-bam. Samsung, да? Да. Эх, ну что, 11 декабря, четвертый день ВЦГ, день финалов. Сейчас будем смотреть все-таки, кто же возьмет этот кубок в этом году. Вообще поляки имеют такое свойство выигрывать крупные чемпионаты, то есть по значимости. Они могут проиграть все DreamHack'и за год, там проиграть вообще на Asus'е каком-нибудь в Украине, кому угодно. Но ребята вполне способны затащить ВЦГ. Вот крупные турниры у них удавалось выигрывать не раз. И даже в самые плохие времена. Тем временем, вот нам показывают матч-хистрии, как гейминг, семифайналс, где они обыграли Moscow 5 почти со счетом 2-0. И показывают уже Делпана, который в 27-дюймовый монитор просто ткнулся носом. Форест, кстати, тоже на опыте, тоже вместе с Делпаном втыкает. Ну, ребята разминаются нормально, это дефолтная такая посадка для Маркуса. Нам намекают, что он снайпер. Как бы кто не знал, вот знакомьтесь, пожалуйста. Да, по войти подписи капитан очевидный. Да, да, да. Форест, Форест опять с глазками прикалывается. Это атакер. Форест харизматичный. Сейчас там будут все атакеры просто. И тим-лидер будет Робан, я уверен. Как корейский капитан очевидный. Да, 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 да. Лидер. Лидер даже можно было бы назвать ингейм. Лидер, в принципе, тоже было бы неплохо. Ну и Кристофер Айлис, он тот же Гидрайт, который, если выиграет ВЦГ, сделает себе прическу Мистер Айти. Но я уже сомневаюсь в победе СК Гейминг просто, как бы здесь. Да, в сказке идет речь. Ну и вот он, любитель скандинавской публики, Тор. Он же Фейс. Тор, страйк Тор, вот так. Сидит, причесал волосы, доволен, разминается. Ну и сейчас нам будут показывать польскую пятерку, которая гордо прошла финал. Сзади, кстати, СК Гейминг Стрит Менеджер, Рейс. Вот немножко зрителей, да. Поднимают. Откуда поляки столько с собой привезли поляков? Они что, они как цыгане просто эмигрируют. Непонятно, с какой скоростью. Шерлок Холмса напоминает почему-то. Так. Бородой и усами. Ну что, нам Эгейн показывают. Тебя уже показывают, Эгейн? Да, показывают. Вот, там они намекают, что в семифиналах они обыграли команду. Некст из Казахстана. И вот Паша. Паша, снайпер, Ярослав, Яжар, Лаш, Каш, Плаш, Плёш. Кубин. Конечно же, Кубин кидает зигу всем просто. Якуб Гурзинский. Он является лидером. Кстати, кто не знал, все говорили, что капитан там ТАСС, все такое. На самом деле не ТАСС, а Кубин, кто не в курсе. Вот. Атакер ТАСС, который, типа, недвусмысленно сейчас кадрит польских красавиц. Ну, или... Ну, как у всех, кстати, имя, фамилия на одну бухту начинаются. Ну, да. Мариус Цибульский. Вот, пожалуйста, Лурд. Один из самых стабильных игроков вообще за... ...сю историю существования Counter-Strike. Ну, и, конечно же, мега просто такой бэкап. Вот ему вписали. Бэкап просто. Парень, который делает бэкап. Не знаю, за всю команду. Эх! Мэмбэкап какой-нибудь, камбэкап. Да. Камбэкер бы там написали, вот было бы вообще здорово. Камбэкер плохо, какая-то этот парень. Эх. Ну что, тут, как видим, уже девочка готова снять с себя кофточку. Да, за Польшу поднимают здесь. Господи, вот откуда они столько поляков привезли с собой? Серьезно, что это такое? Почему у нас столько русских нету в зале? Почему? Так, ну что, сейчас начнется красочная просто церемония. Начнутся рестарты. Ну, естественно, матчи. Я буду надеяться, что хилсбары будут на трансляции на этой. Нам показывают недвусмысленно карту, которую будут играть сейчас эти коллективы. Ну, это Детрейн. Нравится, он намекает. На самом деле, вот мне очень сильно нравится вот ТВ-формат корейского, вот этого телевидения, он геймнет. Именно профессиональный подход к тому, что вообще может произойти. То есть здесь они объясняют выходы на плент. То есть куда может побежать защита, куда побежит атака. Это очень... Человек, который не разбирается в Counter-Strike, ну вот эти фильтры на грамоте, ну вообще ничего не бывает. А человек, который разбирается в Counter-Strike, ну и так понятно. Ну да. Ну, в принципе, все равно это дополнительный бонус, я считаю. И трансляцию делать корейцы уже научились. Ну, по Старкрафту точно, вот по КСу пока, по-моему, они еще приседают. Ну что ж, пора стартовать. Да, и... В смысле намекает, что это вообще гранд-финал. ВЦГ, и как бы, что мы, да, реально его смотрим. Ну, как видим, вот реально 27 дюймов, по-моему, у него еще неудобно, потому что... Ну, ты посмотри просто, этот монитор, не знаю, он закроет целиком зоника. Вот, я уж промолчу про поляков. Так, бегают туда-сюда кто-то, вот, кто-то от СК-менеджер подбежал к полякам, что-то спросил у судей, и, видимо... Спросил у судей, а это точно поляки сидят? Ну, на всякий случай. Ну да. Решил узнать. Ладно, ну что. Best Game Festival World Cyber Games. Ну что, Бусан, Корея. Следующие два года будет проходить в Китае World Cyber Games, это будет печально, я считаю. Вообще, хотелось бы в Москве увидеть ВЦГ. Это было бы, наверное, грандиозное зрелище. Как ты думаешь? Ну, я думаю, что ВЦГ в Москве увидим, когда... Точно тогда, когда у нас власть сменит. Ну да. Итак. И когда? Что ж, смотрим. Шведский флаг. We love your sport. We love your sports. Вот такой вот слоган от ВЦГ. В СК тоже подошел судья, и тоже... Видимо, там так-то расписываться надо в судейской книге перед рестартами. Это обязательное правило, кстати, ВЦГ вроде бы как. Вот, потому что в том году расписывались. Ты расписывался где-нибудь? Я не помню. Там должны были расписываться перед тем, как начинаются рестарты. Вот. Капитаны вроде как. Ну и... Что ж. Народ у нас становится все больше и больше на трансляции. Вижу, люди присоединяются. Ну и мы смотрим красочный матч. Что поделать с некрасочными и недусмысленными эффектами. Есть, что падает. Да, это хорошо. Ну что, здесь первая пистолетка. Ну и в атаке у нас шведы из СК. В защите, естественно, ЕСЦ. Они же Экс и Гейн. И они, по-моему, шведы сейчас готовятся в четвером выйти на закрытый. Там ТАСС, Кубин Лурд втроем будут сейчас принимать, в принципе, всю эту движуху. Одного гидрайта оставили. Выползать с сотки на плент. И Нео уже пошел на контакт. Так, так, разворот какой-то здесь непонятный пошел сейчас в атаке. Я не знал, что... Да, выцепляет, да? Посмотри, это уже как бы 4 в 5 преимущество исчисленного у шведов. Сейчас посмотрим. Разминчик. Ну, хорист красный, поэтому, по сути, его можно не считать. Отогнали зеленки. Паша отгоняет зеленки. Так, тут, как видим. Ой, 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 минус от Паши есть. Минус 2 сейчас могло быть от Паши, но шестерку пропускает. В итоге Форест гидрайт закрепляется на зелени. Пытается здесь Кубин сейчас дать информацию. Но на Чеков вдвоем должны были на двоих спа выйти. Лурд минус вешает. 3 в 4. 3 в 3. Ой, ой. 2 в 3. Ты посмотри. Таз разменивает. Ну, вот сейчас посмотрим. Опасный момент. Назревает. Первым пистолетом. При этом Форест еще красный хп. Ну, да-да-да-да-да. Но здесь... Ну, это Форест. Форест может и такое исполнить. С одним-то хелсом. С тучи тремя, что с одним. Посмотри, что творят. Пятую линию занимает защита. Форест... А, нет. Форест отошел. На плен ставится бомба. Форест. 4 хп. Посмотри, уходит. Уходит. Минус. Есть. 1. Ой, СК. Просто что творят. Таз 1-1 с Форестом. И Форест! Ну, я же говорил. Он может исполнить просто. Т5. Гидрайт встает. Крещит просто как ЗС из Спарта. Эх. И это 1-0 в пользу шведов. Вот такой вот раунд. Таз немножко недоволен тем, что произошло. Ну, Форест исполняет. Форест исполняет вот это. Вот. Красный хп. Он практически взял раунд. Да. Так. Тут вот жалуются на качество. Друзья, да. Качество это такое. Но ничего с этим не поделать. Потому что. Эх. Это ВЦГ. Они заинтересованы. В одной, скажем так, трансляции. Дали бы нам ингейм доступ. Все было бы по-другому. Ладно. Здесь, как видим, что ж. Бай. От СК. Выход минус 1 был от поляков. И это Аплэн спокойно занимает. Вообще без вариантов просто. Ну, сейчас за дефенс очень трудно брать. Как? Натрыгнул. Тем не менее, полякам удается, в общем, нахуй неплохо, нахуй. Шведов. Ну да, это такой хороший момент. Не убил. Значит, пока еще. Ой, ой, тут еще Лур себя отцепил. Одного из игроков. Еще не пригодится, не уносит. Какие вообще ставки у тебя вот на Трейн? Ну, посмотрим, понимаешь, сейчас. Вроде бы шведы на атаку хорошо начали. Не берут раунды. А, видать, что получится, непонятно. Я, кстати, не понимаю, почему Марк Сашлов не находятся рядом со сцены, не кричат. Вперед, Виртуз Про. Например, вот. Чисто символически, ладно. Здесь, кстати, бай. Посмотри на третий раунд от поляков. Вперед, Виртуз Про. Опасная позиция вот от Нео, и он ее реализует. Минус гидрайт. Остается один хелс у Нео. Закупились поляки. У них помасы. У кого-то кальты без армора. То есть, такая небольшая волевуха решает это сейчас дело. Такс, ну что. Ну, в честном преимуществе пока находится. Психологическое давление есть маленькое, но небольшое. Вот Нео Кубентаз закрытый. Я думаю, все-таки сейчас попытаются шведы выйти на закрытый. Потому что это единственный вариант. Вот на 50-й секунде, куда можно попытаться зайти вообще. Потому что открываться на это будет глупо. Но они могут все что угодно, на самом деле, сделать. Это шведы. По карте и шведы могут куда угодно начать походить. Ну, сейчас мы видим. Вот 40-ая секунда пошла. Стяжка зелени вместе с бомбой. Один центр. Ну, пытаются выйти 2-1-1. И все зависит сейчас от Паши, как он примет. Паша не принимает, пропускает зелень. В итоге, в принципе, СК пробиваются. И вот задача Лурда была разменять. Но Лурд здесь, как видим, выжидает выхода со сцепки. Ну, не идут за Лурдом. В итоге проход в плен. Все, задинамили, задинамили. 3-3. Попытка стреляться. Хорошая игра от Фореста. Просто потрясающая стрельба. Вот отвешивает хедшот Кубину. Тасс. Робан. 2-1. Ой, минус Тасс. Ой-ой-ой, шведы. Ну, никак это они решили камбэк здесь сделать. Робан таким взглядом на Форест. То есть, он его потом отблагодарит, видимо. Ну, Робан очень такой собранный. Все-таки времени было сейчас на перерыв очень много у шведов. И они могли реально подсобраться как-то. Я вот не помню последних серьезных оппонентов у поляков на трене. Кто это был? Вот кого они здесь выигрывали? И кому проигрывали? Робан, может, и не было серьезных оппонентов по трене? Вообще-то, и были. Конечно, вот сколько. Первый раунд, первый девайс на раунд. И, по сути, СК из более плохой ситуации вытаскивали. Ну, да. Ну, вот если шведы здесь дают 1-1 по картам, то третья карта будет уже как бы вообще не на жизнь, а на смерть. Здесь, в принципе, поляки могут 2-0 себе устроить, если захотят. Но вот с учетом того, что начинается у них все плохо, они могут потом начать лажать так же в атаке, как сейчас за защиту не могут собраться. Ну, вообще, тут очень такая необычная карта. Если поймать линию какую-то победную за дефенс, то в атаке очень тяжело. Также за атаку. Если атака разобрана, то все получается. И картам очень тяжело. Ну, да, я с тобой согласен. Пока вот, как видимо... Ну, что, нам показывают поляков, они вот немножко такие на нервах. 4-0 отдали, сейчас должны были взять. Вот, будет под раскидку выходить на А. Сразу изоляция сотки пойдет. И один таз на закрытом. Смотрите, тройной таур, СВП. Ой-ой-ой, Делпан минус 5. Вот это да, вот это вдарил сейчас просто Делпан. При этом у гидра это красный уже. Такс, ну что. У нас тут весьма интересно. Оружие из левой руки в правую переключается. Каким-то макаром вообще. А, я понял. Это просто два монитора щелкают туда-сюда. Я теперь понял. Ну, цига это делается. Там же они захват ведь делают в игре сразу с трех камер. Опять по всей карте из камеры стянулись. Будут выходить. Ну, 2-2-1 они пытаются сделать. Как бы открывается на позицию. И лурт. Ну, вот лурт старательно, старательно. Дэйфит зелень. Ну, тут надо смотреть за... О-о-о, ну это все. Это просто как бы домой. Один в один. Кубин Фейс. Ну, здесь АВП против Девайса. Плюс у Фейса 33 секунды есть. И мобильность за ним. Кубин попытается сейчас отсечь. Отходящего игрока. Ну, вот нам Фейса не показывают. Да, непонятно. Или Фейс. Ой, Фейс. Ты сейчас можешь вообще здесь просто такую... Ой-ой-ой. Вот это, конечно, да. 5-0. Фейс берет раунд. Рейс стучит его по спине. Ну, и викинг шведский пока... Пока, ну, нормально, в порядке себя ощущает. Я вот фотографии на Халкиверк смотрел, комментарии читал. Там его Тором назвали. Вот так. Такой специфически бородатый молодой человек. Отдачу поляк. Дельфан опять чуть-чуть взорвали. Опять красный. Ну, видишь, тут... Если посмотреть вообще по размерам, то поляки как бы стреляются-то хорошо. С СК. Но в СК остаются там... Они красные остаются и живые. Особенно в первой пистолетке, где Форрес четырьмя хелсами просто исполнил. Пока все по сценарию даст. Ну да, первый период. Но тут видишь, что атака. Атака доминирует. Вот это странно. Самый минус в том, я считаю, что поляки здесь отдают шесть очков СК. И это уже больше, чем нужно как бы в игре за нападение. 6-0 в пользу шведов. Ну и СК, как их называют коллеги-комментаторы на английском языке. Вообще уровень трансляции очень высокий. То есть мы все время после каждого раунда смотрим на самих игроков. Ну, это дефолт. Это дефолт реально как бы. В этом ничего такого нет, Леш, на самом деле. Ну, я понимаю, ну, как ты понимаешь, этот дефолт не у всех вообще. У нас на ВАЦ-Гараша было так же. У нас был очень крупный ВАЦ-Гараша, но все равно это не у всех такой дефолт. Да, ну и я думаю, мы повторим как-нибудь, устроим какое-нибудь мероприятие и сделаем шоу. Сейчас был фейк на А, потом выход на Б. И, походу, дело это... Это, походу, еще один раунд к шведам, потому что пошли на пуш. Нет, Кубин минус сдал 2 в 1. Опять Кубин остался один. Ну, бомба, видишь, что стоит, как бы здесь все осталось. Еще 12 секунд до конца, и Кубин будет с ВП сейвиться. Поэтому уже ничего не светит, 17 хп. Или сколько у него? 47, 37. 37 хелсов у него осталось. Ну да, это, по-моему, такой злобный камбэк просто от СК. Кубин еще выцепил здесь сейчас одного из игроков атаки, который на него пошел. Гидрайт так прямо чайником вздыхает. Ну, и поляки вроде бы как растерянно выглядят. Ну, остался, он сделал дроп, остался у него АВП, так что еще все нормально. Ну, шталка. Раскидка миды, трое бьет на зеленку, то есть выход 2-3. Так, АВП у толпа, да, кстати, тоже есть. Тут есть нео. Хоть у плохих девайсов тут такой неприятный раунд. Посмотрим, что у него получится. Нет. Будем дать с моментальной флешкой. Ой, мог ли, чтобы он был вблизь в ряд двоих. Только одного успевает разменять. Да, но он не реализовал до конца. На самом деле, что-то с ним произошло. Вот как-то он сейчас очень вяло себя демонстрирует. 3 в 3 минус от Паши. Пятая линия занята Делпаном. Отцепляет горячего Пашу. Чек Ленка. В планете Кубин тоже с фоткой. Ну, и Тасс Кубин против Делпана Робана Фейса. Кубин в этом раунде очень пассивно играет. У него АВП. Ему нужно бегать. Пытаться по линии отстреливать. А он сейчас... Ну, посмотри. Вот Тасс должен был сейчас как бы убивать. Ой, Кубин Тасс промазали просто по башне. В итоге тут уже ничего не сделать. Кубин прораскидывает упор. Тасс стягивается. Ну, и в итоге минус Тасс гранаты. Кубин фраг 1 в 2. Но Кубину здесь не выжить просто. 27 хелсов. Это уже как бы смертный приговор в такой ситуации. Ну, тут надо, чтобы мы ошиблись. Машины с атакой. Ну, а так пока не ошибается и берет первый период. То есть это уже... Мне кажется, мы не видны. Все его прочепли. Сейчас за ним сразу... Тут бежит хвост. Ну, хвостом думаю, сможешь тут бить. Нет, его сейчас с другой стороны просто забрали. Эх. Эх. Не хватило. По полу дела будем третью карту смотреть. Ну, да. Будем смотреть третью карту. Потому что, я думаю, поляки здесь уже вряд ли смогут собраться. Там видел, как корейцев показали с польскими флажками. Это классический 8-0. Это не классический 8-0, Леш. Я вот с тобой не соглашусь. Здесь, скорее всего, непонятные для поляков 8-0. Как они вообще 8-0 смеют проигрывать? Вот я не понимаю. Посмотри, шведы, как начинают. Раунд за раундом. Открывают счет в раунде. Дают серию фрагов без размена. Остается один таз. Ну, тут самое время, по-моему, сделать тайм-аут и переговорить вообще друг с другом о происходящем. Потому что шведы слишком сильно начинают диктовать свои правила. Так, как все так и играют шведы вообще в легкую. Ну, надо только что начать тащить. Алексей, когда же у нас в чате можно будет баны давать? Баны, я думаю, скоро можно будет. Вот я одному пользователю уже бан. У меня прямо закладки есть и хочется прямо раздать банов, там, штук 40. Так, просто... И... Все потихонечку. Так, ну что, тут 9-0 диклэ от поляков. Юспо, один диклэ, четыре юспо. В каждом раунд, потому что... Стоют, тем... Крэблэ. Ну, да, тут, конечно... Ну, вот... Кстати, третья карта тусканта в курсе. То есть, если здесь поляки сейчас проиграют трейн, то у них уже шансы, как бы, явно уменьшаются на победу вообще. Вот в этом финале. Потому что тускан у них совсем не шоколадный. А вот у шведов он в порядке. У них там такой агростиль в защите. Хорошая очень атака. И это может быть реально просто минус поляки. Не станут они... Не останутся золотым. Тремя картами я угадал. Что-то это не трудно в таком противопостоянии. Только с ножом. Лорд не стал с ножом убивать. Да, ну, лучше бы зарезал там для... Да, это был вот такой, знаешь, в серии, типа, лупый сет, а я вот все равно с ножом. Да, для красоты и ощущений, типа того. Для полноты и ощущений. Ах, какой-нибудь бэкшен. Ну, Лорд тут тоже бросился, что поделать. Как бы... Бывает. Что, опять закупка. Да, опять закупка. В контровке. И опять аркада. Раша. А нет, фейк какой-то делает. Так, ТАС. Паша. Ну, походу, делает первый раунд. Будут... Будут твать сейчас поляки. Ну, это понятно. Сейчас немного расстроились. Ну, не расстроились, а расслабились. Шведы. Хотя, вон там такого, допустим... Это Робан, да? Фактически. Это подъем. Ну, посмотри, поляки опять. Дальние дистанции начинают потихонечку просто вот отлетать. Форест Робан. Потрясающая атака по линии. И... Ну, все. Осталось только бомбу здесь поставить. Как бы дело за малым вообще. Только в голову дает. Остался один ТА. Да. Так тоже бывает. Это, конечно, очень вообще плохой результат для шведов. Ой, для поляков. Для шведов-то вообще все замечательно. Пока они... Они реально показывают, кто тут папа, кто бог на трене. Это как-то... Реально сурово выглядит. Очень сурово, я бы сказал. Так, а по дурачка, Родзи Худзи. Ну, а что еще здесь оставалось? Вон, Далпан вытирает. Нет, нос такой. Let's cocaine. Go, go, go. И... Ну, и поляки такие вот о чем-то переговариваются. Ну, Кубин не нервничает. Мне кажется, они уже хотят быстро эту карту заиграть. Да, да, да. И попытаться уже на тускане что-то сделать. Потому что серьезно получается полный какой-то... Просто проблема трейма. Можно сейчас, знаешь, взять эти 4 раунда. Потом начать тащить за атаку. И отдать кучу сил. Вылетать, там, не знаю, проиграть. Там, на каких-то там... Раунд-у-раунд 16-14. И в результате просто на третью карту силы не останется. Ну, да. Тут вообще без грязи. Эх, шведы, конечно, да. Вот после полчасового перерыва демонстрируют очень хороший результат. Ну, 2 в 4. Бомба. Это 12-0. Слушай. По-моему, сейчас SK Gaming просто вытворяют, реально исполняют на 5. Я такого... Да я такую игру вообще видел последний раз 100 миллионов лет назад. Да я вообще такого, наверное, не видел. Потому что это как-то... Ну, в такой ситуации сейчас поляки переходят в атаку и что-нибудь делают в камбэк. Ну, вот тогда это будет просто матч года, реально. И это будет финал достойный ВЦГ. По-любому. Просто без вариантов. Вот. Я сейчас понимаю, что им еще очень далеко вообще. Попеды, поэтому они не особо радуются. Они понимают, что карты их будет. Красиво сейчас будет, если 16-0 будет. Тоже будет такое. Забавно. Ну, да. Так, ну что, давай посмотрим за раундом. Так, ЭВП Паша. А, представляешь, 15-0, потом камбэк, потом то и сё. Как бы, за счетом 15-0 до допов камбэк и потом на допах выиграют. Это же будет вообще трэш. Это будет, я думаю, лучший финал в истории ВЦГ. Так, ну что, минус от Робана. Это, кстати, возможно, последний ВЦГ с КС-ом 1.6. Я уже, в принципе, об этом говорил. Но, хотя 1.6 заявлено на следующий год в голосовании. У них же проходит голосование по дисциплинам. Типа того. Вот. Ну, мы продолжаем смотреть за встречи. Ладно, хватит. Три масса, скорее всего, сейчас будет. Ну, пока подожди. Три в три. Здесь уже начинает отбивать Кубин. Ой, ну куда ж ты Тим Килл такой дает? Просто сейчас Дылпан увидел попу Робана и сделал, что не должен был делать. В итоге тут Кубин реализует сразу после этого косяка ситуацию. И Форест остается последним при попытке. Будут пытаться зайти в спину сейчас, не знаю. Нет, Кубин его тоже убивает. 12-1. Ну, вот он раунд долгожданный от поляков, которые, боженым чудом, как-то смогли сейчас здесь протащить. Ну, астропа Попа Робана. Ну да. Ну да. Какой фильм сомнительного содержания. Ну, из-за иска не останавливаются. Несутся. Ну что, смотрим? Что сейчас будет? На 5-6 лет. То есть в том раунде они просто ошиблись. Паша сейчас, видимо, на мулек идет. Так, ну что, здесь сейчас будет выход вот. По зелени сейчас посмотрим. Ха-ха, Паша, лол! Ну и Паша ласт. Вот в пленте сейчас Дылпан настрелил вообще вовремя. Я не знаю, что Паша будет делать тут. Вот Паша здесь ситуация вообще сложная. Ну, он просто шел, 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 дошел до Робана хлопывает в ладоши шведы себя. Ну да, молодцы. Молодцы. Дылпан немного в шоке. От 27 дюймов. Кстати, может быть в мониторах дело. Такое возможно. Ну, все сидят в одних условиях, в одних комплексах. Ну это да, это хорошо, но все равно бывает такой момент, когда просто не привыкаешь к тому, что происходит. Ну сейчас просто будет 16-1, как у Москова 5 это было с Казахстаном. Ну это сурово. Так, ну тут да. Так, ну тут да. База граната размен на закрытом сразу же лурд. Сейчас попытается поджать у нас апдаун. Он там не один Паша уже зашел в сотню. Респ чекнул, никого не нашел. Сейчас будет минус Форест. Скорее всего, если Паша вообще собирается там как-то реализовать свое положение. Паша вообще уже в дом зашел. Минус 1 дал. Вот отдал респаун. Знает, что сейчас за ним пойдут. Сейчас задача СК поджать Пашу. Ну вот, Гидрайт пытается Пашу выцепить. Минус от Дулпана все-таки, да, забирает Пахана. 3 в 3. 3 в 3. И это, скорее всего, игра от ситуации. Сейчас они будут думать, что им делать. Вообще, был минус на закрытом. Можно попытаться туда сходить. Как бы времени много после минуса прошло. И непонятно пока. Счет не 13-1, а счет, наверное, 7-7. Каждый раунд такой очень тяжелый. То есть, СК. А. Сейчас посмотрим. О, вот это просто хэдшот против Нео. Нереально. 1 на 1 с Лурдом. 5 секунд. Пуш на Лурда. Лурд на башню. Убегает, убегает по верхнему горбу. За ним пытается... Ой, Форест. Не догнал чуть-чуть. Ну и Лурд просто над ним изгревается. Вылезает в последнюю секунду. Ну, 13-2 первый период, Алексей. Это, по-моему, совершенно шокирует поляков. Лурд сидит вообще в полном шоке. Просто ужасен. Просто дешокирует. Таз трясет головой и делает вид, что сейчас все будет окей. Ну, посмотрим. Посмотрим, что будет с пистолетом. Пока еще... Крам-шок не никакого. Третья карта. Антон. Что вот за ESC IC Box? Что такое? ESC ледяная коробка. Ужас. Не знаю. Как-то так. Ну, это их спонсор. Ну, менеджер у ESC, однако, прикольный мужик. Народу нормальное. Ну да, но там нагоняют народ всегда. Вот на Counter-Strike нагоняют. Когда StarCraft, сидеть негде. Когда Counter-Strike, можно там даже выспаться на трех стульях сразу. Ну, это все-таки такой финал. Пропустить нельзя. В Корее, конечно, не особо сильно Counter-Strike популярен. Думаю, это не секрет ни для кого. Там вот из FPS игры самое популярное это Special Force и Crossfire. О том, что Special Force это какой-то клон Call of Duty. А Crossfire это вообще Counter-Strike. Как бы тот же самый, только с графикой непонятной. Смесь Point Blank, Call of Duty, Counter-Strike. Ну, нет, нет. Crossfire это вообще тупо Counter-Strike. Вот Point Blank это вообще отдельная игра. Тут надо поиграть тебе просто в нее. Пока что минус от Лурда. Минус 2 от Лурда. Атака зелень. Попытка приема. Сейчас будет минус Робан. Да, зачекал. Паша убил. Все отлично. Голпан дает размен. 2 в 4. Но здесь уже бомба ставится. Идл Пан с Фейсом вместе вряд ли что-то смогут сделать. Это 13-3. И 10 раундов разницы между коллективами. Не будет. Ну, вот тут пошел Фейс давить, но... Ой-ой-ой, подловил ты как сейчас. Ой-ой-ой, Йохан, а? Что ж творит? Ну, еще пошел стреляться дальше, но чуть-чуть не хватило, чтобы 3-ти минус сделать. Релат был. Будет война, а не то ли будет отдавать. Ну, сейчас так, наш комбэки так и начинают с начала. Ну, да, поляки, по-моему, просто настроены поработать сейчас реально плотненько, как было. Взяли день и отдачу на расслабоне взяли первые дебайсы, а потом день перечислить 13-8-13-10, уже реально они садятся и начинают работать. А там, когда не пойдет игра, то там уже очень тяжело будет пускать. Ну что, смотрим, что сейчас будет. Лучше, конечно, не умирать. Полякам, которые деньги очень как пригодятся. Они практически ни разу не могут ошибиться. Они не могут, но плотно нужно кончиться. Ну, сейчас увидим. Сейчас увидим. Вот, добивает фейса. Вот таз сидит с таким лицом, прямо каменное лицо. Готов, готов к труду и обороне. Вот, все полякам начинают скандировать. Давайте, ребят, старайтесь, тащите. При том, что там, интересно, палочки такие раздали. Если у меня палочка Samsung, то у них там красные палочки и синие палочки. Вот, такая вот подстава. Ну да ладно, ну что, здесь выход готовится сейчас, как видим, на плент фастом. То есть против юспов. Взрывает фейс. Одного из игроков. Атаки. И... Ну все, быстрый отстрел, быстрый отстрел. 13-5! Девайс на раунд, я думаю, сейчас... Девайс на раунд, я думаю, сейчас поляки тоже, наверное, слабо не его сыграют. Потому что... Потащить... 13 раундов за атаку очень тяжело. Да, они запускают уже на вышке. Так, ну тут центр поджат. Так, смотри, выход пошел. Зелень с разменом. Вот если поляки этот раунд берут, они могут вообще SK Gaming вывести из строя. Правда, Гидрайт отбивается от зелени. Вот эти минус 2, они, в принципе, и были ключевые. Сейчас нужно давать... Ой-ой-ой, Нео-то взрывает Гидрайт через стену, гранаты. Сейчас будет чек... Так, чек линька, с линька флешки влетают на сотку. 3 в 3 ситуация. Опасный момент для коллектива из Польши. АВП от Долпана. Пятая линия минус Паша. Нео, ну, Нео, ты же должен был вылезти, убить... Ой-ой-ой, Долпан, по-моему, он в курсе, что Нео прячется сейчас. От Долпана нам вот показывают. Нео, если я с ним вылезу, то... Ой, это Лурд, Лурд. Не Нео, это Лурд. И минус... Ой, Долпан минус 3. 14-5, друзья. Ну, вот так вот. Шведы берут, благодаря Долпану. Первый раунд. Или вот, во-первых, Гидрайт сделал ключевые фраги. То есть, набил двоих. Вот это, как бы, опять враги не решили раунд. Потому что там Гидрайт был... Этот, Долпан, перестрелял. Ну да, нужно там просто еще... Лёх, убери, кстати, автоматическую настройку микрофона в Скайпе. Вот, потому что мне надоел уже этот фоновый шум. Я думаю, зрителям тоже. Так, Долпан, чек пока что соточки. 5 в 5 ситуация. И, как видим, уже под закрытым начинаются действия сейчас от поляков. На его каленый сразу с самого начала. Неприятный момент в фейс на чеке. Нам его показывают, что он тут вот будет... Убрать галочку оттуда. Да, я убрал его. У меня, в принципе, ее не было. Странно тогда. И микрофон на автоматическую настройку убрать. Да, я убрал. Так, ну что, здесь выход на закрытый. Пока в меньшинстве остаются поляки 3 в 4. Выход ставится бомба к Кубинам. Кубина могут сейчас закрыть, но он под флэш начинает ставить. Бомба нормальный, в принципе, поворот событий. 3 в 3. Отлично. Отлично. Поляки, в принципе, закрепились. Сейчас будет выбивание от шведов. И готовится первый выйти Робан. Так, дым есть на верхнем горбе. Попдог за попдогом Кубин. 100 хп с Лебаслинком. Открытие на балкон. Гидрайт минус. Минус от Робана. Бреет, бреет. Просто сейчас поляка в спину заходит. Гидрайт минусует. Последнего игрока нападения. Это Дефьюз Бомбы. Ну и вдвоем берут раунд шведы. Это 15 очко. Ну сколько? Ну вот за 20 они заканчивают эту карту. Да, играет ее достаточно быстро. И третья карта будет, дорогие друзья, это Детускан. Вот там можно побояться за поляков, потому что Тусканчик у Польши, ну, не самый лучший на свете. И это очень такая тяжелая ситуация. Зато не надо ждать 2 часа, вернее, 30 минут, пока они там начнут. В общем, все быстро будет. Нет, почему они сейчас уйдут на перерыв? Они уйдут на перерыв после карты, будет рекламная пауза, это же телевидение, Алексей. Это 5-10, не больше. Да. Да. Леша уже стал комментировать, просто, наверное. Да нет, я совершенно спокойно к этому. Так, ну что здесь, как видим, ситуация сразу же 5 в 2. Ну, в общем, это последний раунд, который поляки просто не возьмут уже. Я больше расстраиваю тот факт, что игра-то неинтересная, по сути. Ну, 1-1 по картам, почему неинтересная? Мы еще не знаем, что будет на следующей карте. Да, 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 мне очень понравилось. То есть он такой прям, он тем. А вот сейчас... Да, 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 просто был с камбайком. Ну, не то, что с камбэком, там у игры была какая-то фишка. То есть сначала одни доминировали, потом другие перестроились, у СК не стало получаться, то есть было интересно. А тут все такое прям, знаешь, с самого начала у поляков что-то не заладилось. Леха, реально, ты должен себе купить новый микрофон, потому что зрителям уже надоело вот этот фоновый шум слушать. Ладно. Здесь Эскай берут. Эскай берут карту и, в принципе, встали. Я, я что-то объясняю, ну вот, один-один по картам, между шведами и поляками. Я себе поставил просто какой-то хитрый сангластер, которого нету настройки микрофона. Выходят на перерыв команды. Ну и мы, наверное, тоже прервемся сейчас. Леш, настройка всегда есть, просто надо поковыряться. Я знаю, но курят.